МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все гнить будет. Тут детская площадка в двух метрах. Оплакивать Барсика будут разве что такие же пушистые горемыки. Их держат в частном приюте для кошек неподалеку от площадки, которая по сути стала кладбищем домашних животных. Все они пребывают в маленьком кошачьем ужасе. В любой момент в братской могиле может оказаться и кто-то из них. Они сделали захоронение прямо на полисаднике. Захоронение дохлых кошек. Говорят, что у них очень дорогая вакцина. Вот. И мы так думаем, что они эту вакцину вводят и умертляют кошек, которые больные. Сообщение из социальных сетей. Этого полуживого котенка некая волонтера Василиса выменяла у приюта на две бутылки водки. Сделка, конечно, сомнительная, но малыш уже молится всем кошачьим богам. Спасти от вакцины, о которой то и дело твердят местные жители, удалось немногих. Повезло тем, за кого заплатили деньги. О животных никто не заботится. Животные – это предлог. Представьте, вот люди смотрят, читают жалостливые истории и присылают тысячу, две, 200 рублей, 150, кто сколько может. По словам жильцов дома, где расположился приют, на очереди в последний кошачий путь стоят примерно 80 животных. Мы решили посмотреть, в каком состоянии сейчас тяжело больные питомцы, о которых твердят в соцсетях представители этого частного лагеря смерти. И вот удивительно, ни одного, пережившего атомную войну и страдающего какой-либо болезнью пушистика, мы не встретили. Расскажите, что у вас здесь вот такое за организация? Ничего. Не будем? Почему? Сейчас руку... Пожалуйста. Подождите, крючка. Общаться на камеру работники не хотят, чего-то боятся. А вот питомцы, кажется, и рады бы рассказать о мучениях. Да только мяуканье в качестве показаний никто не примет. Даша, выгоняй там всех, скажи, что у нас в телевидение приезжает завтра. Мы ни с кем не будем в телефонах. Мертвых котов и плачущей вдовы Барсика мы действительно не увидели. Зато нашли пакеты, о которых, вероятно, твердят местные. Возможно, это их закапывают под окнами многоэтажки, раз уж других вариантов нет. Жители говорили, что мы выносим мертвых кошек. Вот посмотрите, что вы в мешках. Мертвые кошки. Здесь наполнитель. Наполнитель. Да, мы убираем туалет. Во всяком случае, по поводу таких удобрений жильцы и работники ТСЖ обратились в ветеринарный надзор. Возможно, раскопав лужайку, санслужбы найдут больше ответов. Александр Савенко, Максим Горячев. Экстренный вызов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова